Я вам так, признаюсь, я этот материал уже преподаю лет 5-6, в ютубе его много. Нет, не ангельский, он назван в ютубе «Тикун улам» или «Исправление мира», и там вообще очень много уроков, поэтому кому интересно, пожалуйста, зайдите и посмотрите через гуголь, но и там есть всякие варианты, как можно это слушать через МП или через ютуб, или через это-это. Это не проблема, и я как-то не слаживалась, чтобы вообще не на эту тему говорить, и я знаю, что этот материал заставляет как минимум думать. И второе, я не прошу на самом деле стопроцентного согласия, потому что, когда я копаюсь в Писаниях, я вижу там очень много вопросов. И некоторые вещи Господь предложил нам в плане «подумайте, размышляйте», но не забил гвоздь, типа «вот так, вот только так». И я думаю, что мы должны уважать мнение и понимание друг друга, но если хоть каким-то образом, хоть кого-то, я после этого семинара сегодня спровоцирую на покопаться в Писании и разбирать какую-то тему, то будет очень здорово. И вот, допустим, для меня сюрприз, вот Бенни заходит, и Бенни задает вопросы, которые многие даже не думают про них, а Бенни, наверное, еще нету 18 лет. Поэтому я к чему говорю, читайте Писание, там есть много важного текста, и иную вещь лучше сказать, есть мнение, один, два, три, четыре, пять. А какое мое мнение? Я могу сказать первое, или третье, или пятое. А у тебя может быть четвертое, или шестое, не имеет значения. Но важно понимать, что когда мы погружаемся, мы приближаемся, один учитель сказал такую интересную фразу, он говорит, «Есть два вида рыбной ловли, одна в озере, ты на берегу стоишь, закидываешь удочку и ловишь вот таких вот рыбешек». Это один вид, никакой почти опасности нету, ну максимум с берега немножко соскользнул, намочился по колено, вылез, и продолжаешь ловить вот такую вот рыбку. Есть другой вид рыбной ловли, когда ты на лодке заходишь в море, в океан, там ты можешь вот такого споймать, и за один раз споймать больше, чем вот этих вот рыбешек за всю жизнь. Но там есть много опасностей, и колючие рыбы, и ядовитые, и каждый выбирает там, где он хочет ловить. Но я просто чувствую, что мы живем во время, когда нам нужно знать Писание, потому что нападки на Писание и на верующих очень сильны. Если мы хотим быть проводниками Божьей милости, то нам важно знать Слово, не важно даже под каким углом мы его знаем. И вот, когда мы молились до первого семинара, я прочитал место «Благословенные ноги, благословляющие, благовествующие Сион». Это про нас, мы живем в это время. Я вам расскажу такую маленькую, короткую историю. Я как-то был у нашего общинного бухгалтера, и мы делали просто какие-то бумажные отчеты для общины. И он разговаривался со мной, а у него, он достаточно молодой парень, жена недавно умерла. И надо отдать должное, он как бы очень правильно себя вел, я даже не ожидал. И он себя всегда позиционирует как достаточно светского человека, он сам про Бога заговорил. И он стал мне говорить, вот ты знаешь, меня напрягает. И стал говорить, один, два, три, четыре, и все, что его напрягало, это было из как бы, вот знаете, стандартного такого богословия, выхолощенного, черно-белого. И когда я ему стал говорить, ну, не совсем так мы понимаем. И когда я ему стал просто рассказывать вот вещи, ну, частично то, что я сегодня говорю, он говорит, такое понимание меня трогает, да. Я могу с ним взаимодействовать. Потому что, к сожалению, религиозность часто выстраивает непреодолимый барьер между теми, кто ничего не имеет, и теми, кто имеет веру. И закрытые концепты, догмы, это нехорошая штука. Может, с ними думать не надо, и жить в некоторых случаях легче, там, по крайней мере, тебе никто не скажет, о, ты неправильно понял. Но ты объяснить многого не можешь. Поэтому я просто хочу призвать нас, вас, меня, всех нас, как общину, процитировав то же самое местописание, исследуйте их. Через них имейте жизнь вечную и наставление в вере. Несколько слов, несколько цитат из Писания, Иов 38, 7. При общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божьи восклицали от радости, Бог сотворял вселенную. Царь Иезекия, 4-й царств, 19-15, молился пред лицом Господним и говорил, «Господи Божий Израилю, сидящий на херувимах». Откуда он знал, что он сидит на херувимах? Это часть вдохновения, откровения. «Ты один Бог всех царств земли, ты сотворил небеса и землю. Ты на земле царствуешь, но ты сотворил небеса, уровни и землю». Исайя, 40-я глава, 26-й стих. «Поднимите глаза ваши на высоту небес, множество небес». И посмотрите, кто сотворил их. Кто выводит воинством их счетом, он всех их называет по имени. По множеству, могуществу, великой силе у него ничто не выбывает. Бог все контролирует. Итак, мы разбирали тему «Бог сотворил небеса ангелов, серафимов, херувимов, в конце концов сотворил вселенную и нашу землю». Хотя вы знаете, даже то, что касается сотворения земли, бытие 1 и бытие 2, очень непростой материал. И если вы читаете их не как газету, то вы можете видеть множество вещей, или дополняющих друг друга, или показывающих разные картины. Просто нужно молиться, чтобы Бог дал мудрости, как совместить их. Я вам сейчас покажу какие-то вещи. Кто знает, где написано про сотворение человека? Бытие. Какие главы? Первая и вторая. Первая и вторая. Первая и вторая. Окей. Большинство людей даже эту разницу как бы никогда не замечали. И есть, как минимум, два взгляда. Есть больше. Но есть, как минимум, два взгляда на бытие 1 и бытие 2. Допустим, исходя из консервативного взгляда, всегда первая глава описывалась как общий план. Вот Бог сотворил это, 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 это. И во второй главе он продетализировал создание человека. Более детально, как он его там сотворял и все такое. На самом деле, другой взгляд. И я сейчас не говорю, что тот правильный или этот правильный. Я просто хочу, чтобы вы обратили некоторые слова внимания. Есть очень сильное различие между первой и второй главой. По сотворению Адама. Допустим, в бытие 1, когда Бог сотворяет Адама, использует слово «бара», правильно. А во второй – «оса». Бара сотворяет из ничего. Барауто. «Оса» делает из чего-то. И там даже сказано «из праха земного». Да, «яцера». Да, формировай. То есть «осия», «яцера», когда ты что-то делаешь из этого. В «бытие 1» написано «мужчиной и женщиной». Захар Венекива. То есть, как будто в человеке мужское и женское начало были соединены. А во второй главе написано «вначале сотворил мужчину, и потом из ребра его женщину». И запускает процесс, когда двое должны соединиться и оставить мужчину, адам, отца и мать своих, и прилепиться к жене своей, и двое останут одной плотью. То есть, как бы немножко разные картины. В «бытие» первой главе написано «владычествует Адам над всею землей». То есть, владычествует человек над всей землей. В «бытие 2» написано, что он помещен конкретно в Эдемский сад. «И насадил Господь Бог сад, и туда помещен». То есть, это как бы немножко разные слова. В «бытие 1» написано «и сотворил Бог Адама, и сказал, ешь от любой травы и дерева». А в «бытие 2» написано «все ешь, кроме дерева познания добра и зла». По тексту видно «в 6-й день» в 1-й главе «сотворил Бог Адама и Еву». А во 2-й написано «в 6 дней было сотворено все», в 7-й почвил дни, и дальше написано «вот, и сотворил Бог Адама так». Можно сказать, что детализация, а может быть что-то другое. То есть, не всегда нам очень однозначно просто понять, почему я вам говорю эти вещи. Больше знаешь – хуже спишь. Меньше знаешь – лучше спишь, с одной стороны. Но с другой стороны, если мы пытаемся копнуть в истину и понять, про что говорится. Вполне возможно, «бытие 1» говорит об идеале. И этот идеал достигается, когда в нашем случае мы, ушедшие от идеала, встречаем Господа, и потом какие-то преобразования будут. Или может быть это говорится про дух, внутреннюю составную человека. А там вот человек – это плоть и кровь, и наполняется духом. Очень непросто эти вещи понять. Но если мы чего-то не понимаем, это не значит, что что-то неправильно. Мы ходим под Великим Творцом. И вы знаете, я не буду эту тему вот сейчас раскрывать. То, что в интернете много записано. Исправление мира. Я как бы пытаюсь показать, что в мире было три уровня падения. Когда человек был изгнан из Демского сада, потерял что-то одно. Потом был потоп, человечество потеряло что-то другое. И потом было Вавилонское рассеяние, человечество потеряло что-то третье. Но я хочу прочитать место из Писания, которое говорит о вере наших пророков. К сожалению, в русском языке не очень корректные слова некоторые записаны. И поэтому некоторые вещи у людей утверждаются просто. Типа, вот, человек живет на земле. Очень важно в нашей земной жизни уверовать в Иешуа Машеха, Иисуса Христа. Потому что, я сейчас утрирую, он есть наш билет на самолет. С помощью которого мы можем улететь туда, в место на третьем небе, которое называется Лона Авраамова или Рай. И в таком случае можно жизнь прожить и попроще. Нос особо никуда не толкать. Потихонечку верить, пытаясь сохранить то, что имеешь. Я скажу, это немножко опасный путь, по которому очень много людей идут. Почему это опасный путь? Помните трех рабов, которым господин дал приумножить талантов? Больше всех пострадал тот, который хотел пойти тихим сапом. Писание не призывает нас к тому, чтобы мы вот это получили и сохраняли это бездействием. А жизнь, когда мы живем на земле, чтобы только туда улететь, по сути предполагает и такой вариант. Но это не священное писание. Священное писание поощряют примерно так же каждого, как и Иешуа Беннуна. А ты будь твердым, мужественным и наступай, завоевывай для Господа землю. Это не значит, что мы должны лопатой бить врага по голове. Но мы должны культивировать праведную жизнь, чтобы через нашу праведную жизнь было свидетельство внешним. Таким образом, Царство Небесное, да, распространяется здесь, но мало того, что оно распространяется физическим образом, оно укореняется там, где мы живем, в невидимом мире. И когда Господь Иешуа вернется в славе, то, что осталось после людей, уже про которых все забыли давно, но они праведно жили. Вы знаете, вот эти плоды праведной их жизни в один день обретут вескость, материализм, намного более материальный, чем все советворенное сегодня на земле любыми производствами и руками. Вы поняли, о чем я говорю? Написано, устрояйте из себя храм духовный, или вы камни храма Божьего. Это не значит, что вот это вот, а это значит, что когда мы делаем добрые вещи, которые могут быть отблагодарены или не отблагодарены, за которые вам могут сказать спасибо, или могут не сказать спасибо. Помните, что Иешуа говорит? Не будьте как прушим, которые трубят и говорят, мы сделали это, это и это. А они уже получили свою награду, потому что Бог их по плечу, или там люди их по плечу уже похлопали. Делайте в тайне драгоценное, правильное, и это будет похвалой вашей пред Богом. В каком смысле? Это вещи, которые в один момент обретут настолько материальную вещь, что станут составлять тот небесный Иерусалим, который спустится, наполнит, здесь преобразит эту землю и восстановление. Но пока человечество на фоне наших взглядов лежит в отпадении, во зле, мы деградировали. Тогда ангелы, когда человечество чуть споткнулось, было выгнано из Эдема, слабинка получилась. Ангелы не шли свататься к Еве, потому что она понимала, что они ей не равня. Она понимала евреям первую главу, что ангелы, суть, как там написано? Служебные духи, посылаемые. Она понимала этот момент. А уже потом, когда поколение родилось, когда они отошли от прямого контакта с Господом, вот к этим они подошли и стали выбирать себе жен из дочерей человеческих. Кстати, параллельно хочу сказать однотолкование, может быть, кто-то про него слышал, а кто-то и нет. Помните, что в Коринфинах Павел говорит женщинам насчет покрытия головы? Что он говорит? Так вот, ангелы, ангелов прещали женские волосы. И то, у которого волосы были красивые, он шел и приставал к ней. И Павел, по всей видимости, этот момент понимал именно таким образом. Поэтому, когда он говорит, что покрывало на женщины, это знак для ангелов. Но в те времена, по всей видимости, ангелы еще интересовались женщинами. Сейчас, наверное, уже ситуация испортилась, потому что мы еще более деградировали. И сейчас я никого не хочу обидеть, я просто дал вам толкование. Это одно из толкований на то место Писания. На самом деле, оно заслуживает определенного внимания. Некоторые говорят, ну, мы знаем другие толкования на эту тему, что это был культурный аспект, что женщины праведные, не вовлеченные в проституцию или в поклонение идолам, в Коринфе должны были покрывать голову. И покрытие головы не подразумевало такую нежную ленточку. Это подразумевало что-то типа хиджаба. Знаете, такое хиджаб? Это когда вот так вот. Но сейчас времена изменились, и во Франции вас заставят это сразу снять. А мы вам даже не предложим одевать. Так что все нормально. Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон»